Мне всегда казалось, что я очень осторожно веду себя в социальных сетях и нечасто добавляю новых людей во фронты. Мы никогда не поймем взгляды друг друга. Я больше не буду комментировать твои статусы. Нам нужна дистанция. Вроде как отношения не рвали, но есть неизбежное. Встретимся на фронте, будем друг друга стрелять. Вы слушаете подкаст «Вавилон Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон Берлин», герои подкаста «Вавилон Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свое убеждение, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. Попросите Путина прекратить войну. Сегодня второй театральный подкаст из проекта «Антивоенные пьесы». Документальная пьеса Михаила Калужского «Несколько способов потерять друзей» была представлена в онлайн-читке за несколько месяцев до российского вторжения в Украину. Но то, о чем там идет речь, а именно война и ссоры друзей из-за политики, приобрело новое звучание. Проект был организован продюсером Евгении Шерменевой и украинским центром «Открытый театр» при участии театра «Дах». Двух актрис этого театра вы сегодня услышите. Сегодня женская часть театра в Европе – это музыкальные группы «Даха Браха» и «Дах Дотерс», а мужчины работают волонтерами в Киеве. Слово Михаилу Калужскому. Этот проект начался в 2014 году, когда я проводил мастер-класс по документальному театру в грузинском селе Текале. И основными участниками этого фестиваля, этого мастер-класса были молодые люди из Армении и Азербайджана. И темой той работы, которую мы сделали на этом мастер-классе, были истории о том, как люди теряют друзей из-за воин или идеологических политических конфликтов. Прочет сказать спасибо всем, кто принимал тогда участие, тем, чьи интервью частично прозвучат сегодня. Я не решаюсь называть этих людей по имени. Это может быть воспринято из внешнего мира совсем по-разному. Я продолжал брать эти интервью, делать из этого разные варианты. Были щитки в Москве, в Сахаровском центре, в Кель-Авиве, в музее современного искусства. Увы, люди продолжают терять друзей, дружбы из-за воин. В пьесе 19 эпизодов и 17 исполнителей из шести стран. В конце подкаста они представятся. Мы начинаем с эпизодов по поводу украинской войны, которая идет не с 24 февраля этого года, а с момента аннексии Крыма-России. Споры о том, как россияне понимают Украину, начались еще раньше. Эпизод шестой. Антон Илья Доманов. Мы дружили со второго курса. Глеб перевелся к нам из другого вуза. Он вскоре после окончания университета уехал в Америку, защитил там диссертацию и преподает. Редкий случай для нашего поколения, состоявшийся академической карьерой. Я у него бывал, и он с семьей, когда приезжал в Россию, останавливался у нас. В 2004 году, когда на Украине была оранжевая революция, неожиданно позвонила его жена и сказала, «Я знаю, что вы поддерживаете оранжевую революцию, но, пожалуйста, не говорите при Глебе об этом. Он от украинских новостей приходит в бешенство». Я пообещал, но когда они приехали, мы сели за стол, долго разговаривали, выпивали, и у меня что-то вырвалось. Ну, что-то вроде Ющенко, может быть, в качестве тоста, все замерли. Но Глеб спокойно сказал, «Наверное, оранжевая революция – это хорошо для Украины, но просто я не считаю Украину самостоятельным государством, а украинцев – народом». С тех пор мы к этому не возвращались, просто имели в виду, что у нас противоположные взгляды. А в декабре 2013 начался Майдан, в январе 2014 я поехал в Киев, журнал отправил меня в командировку, но я и для себя много фотографировал, снимал видео, писал об этом. И чуть позже, в феврале, я что-то ироническое написал в Фейсбуке по поводу возможной независимости Крыма, когда почему-то никто не думал про аннексию. И Глеб тут же в комментарии спросил, почему я позволяю себе над этим иронизировать. Он, конечно, был абсолютным сторонником вхождения Крыма в Россию. У нас завязалась многочасовая дискуссия, сначала корректная, потом она постепенно начала накаляться. Ну и как-то бывает, в комментариях стали появляться какие-то другие люди, некоторые стали попросту оскорблять друг друга. Я пытался держать разговоры в рамках, но это было невозможно, и наш разговор с цитатами из историков становился все более эмоциональным. В какой-то момент Глеб сказал, что Русь должна быть единой, а украинский национализм – это воплощение свинской и сельской цивилизации. Ему кто-то ответил, что-то совсем резкое, он на некоторое время исчез, а потом написал, что мы никогда не поймем взгляды друг друга, я больше не буду комментировать твои статусы, нам нужна дистанция. И с тех пор мы никак не общаемся. Я бы не сказал, что нашей 25-летней дружбе пришел конец. Может быть, я просто не хочу это признать. Но написать ему что-то примирительное пока не могу. Согласитесь, знакомая ситуация. После 24 февраля она стала еще острее. Социальные сети – вообще-то коварный способ коммуникации, и совсем не друг живого человека. Они провоцируют на резкие комментарии. А где эмоции, там мало места желанию сохранить дружбу. Эпизод седьмой. Андрей Владимирович Мирзоев, Игорь Андис Троц. Ну невозможно все это. Пора с Фейсбуком завязывать. Или котиков постить. И мемасики. А что случилось? Понимаешь, мне всегда казалось, что я очень осторожно веду себя в социальных сетях, и нечасто добавляю новых людей во фронды. Только если уверен, что это люди моего круга и разделяют мои ценности. Ну правильно. И мне казалось, что эти фронды разделяют мое отношение к тому, что происходит в Украине. Это война, это агрессия. Но чем дальше, тем больше я обнаруживаю, что довольно значительное число моих фейсбучных друзей с восторгом обсуждают аннексию Крыма. Победа русского оружия и вся эта хрень невероятная, которая несется с экранов. Ну, теперь и с экрана компьютера. Что ты можешь с этим делать? Да ничего. Я начал отфренджевать, и с некоторыми просто перестал общаться. Физиологически не могу. У тебя ведь жена с Украины. Да, там ее родители живут. Бабушка и дедушка нашей дочки. Я 20 лет ездил в Украину, люблю эту страну, этот народ, и мне всегда там было очень комфортно. Слушай, ну не в Фейсбуке же дело. У меня все то же самое, совершенно без социальных сетей. А что у тебя? Я примерно раз в три месяца приезжаю в Москву, и всегда встречаюсь с двумя одноклассниками, Юня и Юра. Кстати, мы все из Украины. Ну, в общем, встречаемся, пьем водку, говорим о политике и жизни. О, ключевое слово, я чувствую, политика. Ага. Ну, последний раз я что-то сказал про оккупацию Крыму, разговор быстро закончился. Ну, последний раз я был в Москве, звоню Лене, говорю, ну давай, увидимся. Он мне говорит, Юра не хочет. Вот когда Игорь будет считать эту войну со стороны России справедливой и священной, вот тогда и встретимся. Конечно, этот вербатим, то есть документальное интервью, было возможно только до начала войны, когда герой еще мог поехать в Россию. Но этот эпизод вполне демонстрирует настроение так называемых простых россиян. А сейчас и русские массово отфрендживают друг друга в социальных сетях по отношению к войне, и украинцы русских. Украинцы не верят, что так называемые хорошие русские могут им по-настоящему сочувствовать. И у этого недоверия есть основания. Надо что-то делать, а не оставаться диванными протестантами. И вот еще одна история потери друзей. Эпизод 9. Павел Андрей Палатный. В 90-х мы были друзьями и одноклассниками. Даже гуляли в парке вместе. Трое парней с четвертого курса и три девушки с третьего. По очереди сыграли свадьбы. Потом мы с женой уехали в Киев, а они остались в Крыму. Но каждый год мы приезжали и встречались. Встречи стали реже, но связь не прерывалась. Когда в Киеве начался Майдан, Ирина лишь однажды поинтересовалась, что там у нас происходит. Выразила беспокойство за нашу безопасность. А я в ответ постарался рассказать и о народном протесте, и о Беркуте, и о Януковиче, который всех достал. Боюсь, мои слова пропустили мимо ушей. Меня просто не поняли. Видимо, незаметно для себя мы стали говорить на разных языках. Это особенно проявилось чуть позже, когда зеленые человечки стали брать под свой контроль Крым. Ирина работала на госпитале радиокомпании «Крым», и туда тоже заявились и взяли эфир под контроль купанты. Но оказалось, что для Ирины все нормально. Для меня дикость, что вооруженные люди придут ко мне в редакцию и будут указывать, что писать и что нет. А для нее информационный диктат – это зона комфорта. Светлана и вовсе в переписке заявила, что Путин, ее президент, дочку свою, мою крестницу, вывела праздновать русскую весну в кокошнике. Сказала, если бы не Россия, всех русских в Крыму вырезали бы татары. Что орды правого сектора рвались в Крым, чтобы всех наказать. А я не представляю, как можно вот так лгать себе и другим. Правду, она тоже не говорила. Например, что уже давно планировала с семьей переехать к родственникам в Россию, потому что там у бюджетников зарплаты больше. А теперь Россия сама к ним переехала. Ну и чем не повод для радости? Я спросил, спорил, пытался убеждать, указывал на факты, звал на помощь логику. Бесполезно. Меня объявили предателем. Продался бандеровцам. Короче, наговорили друг другу резкости. Еще один друг, однокурсник, Митя, давно уже спутался с крымскими казаками, был активным участником оккупации. Потом я видел его фото с оружием, захваченным сепаратистами Дебальцева. Здесь тоже были в переписке попытки выставить меня предателем Манкуртом и прочие глупости. Вроде как отношения не рвали, но есть неизбежное. Встретимся на фронте, будем друг друга стрелять. А муж Ирины, мой однокурсник Андрей, однажды написал мне, что с моей позиции мне самое место в Насгвардии убивать своих сограждан. А через две недели мне пришла повестка из военкомата, и когда это случилось, Светлана написала моей жене, мне нужна ли какая-то помощь. Жена ответила, да. Попросите Путина прекратить войну. Больше писем не было. Это эпизод о русском человеке, гражданине Украины, который воюет за свою страну. Это для меня очень личный эпизод, потому что я дружу с коллегой-крымчанкой, которую вместе со съемочной группой задержали российские военные. Их избивали, оператору сломали руку, аппаратуру разбили. Несколько дней держали в заключении. Лена не могла вспоминать об этом насилии без ужаса. У нее началась паническая атака. Она работает в Киеве с 2014 года. До 24 февраля она ездила к родителям в Крым. Сейчас это полностью невозможно. Она вспоминала и коллег-журналистов, которые приняли российскую власть. Разумеется, она не общается с ними. Следующий эпизод будет связан и с российским имперским сознанием на примере отношений к последнему армяно-азербайджанскому конфликту. Там будет и про Крым. Эпизод одиннадцатый. Кристина Юлия Бернгард, Максим Андрей Палатный. Почему вся московская либеральная интеллигенция так однозначно встала на сторону Армении? Слушай, ну... Мне как-то странно отвечать от лица всей московской либеральной интеллигенции. К тому же, я не очень понимаю, что это такое. Московский медиакласс, ваш уютный бабл, люди с хорошими лицами, которые живут в пределах Садового кольца. Вау! Да ты просто русофоб! Русофобка! Ты прекрасно знаешь, что я не русофобка. Я не люблю московский снобизм и российскую империю. Слушай, я тоже не люблю российскую империю. Ну вот ты! На чьей стороне? На стороне питерского зенита. Я серьезно! Ты не хочешь говорить об этом? Нет! Об этом нужно говорить. И на чьей ты стороне? Ну, должен признать, что на армянской. И почему? Да потому что азербайджанские власти хотят восстановить так называемую целостность государства. А армянские жители Карабаха не хотят в эту целостность. Но есть же международное право. И армянская сторона его нарушила. Слушай, ты знаешь русскую поговорку? Закон, что дышло. Так вот, международное право, можно сказать, то же самое. А ну-ка тогда скажи, чей Крым? О, Господи! Да при чем здесь Крым? Крым украинский. Почему? Большинство населения Крыма проголосовало сам знаешь как. Да потому что референдум проходил под контролем российских войск. Потому что Россия нарушила собственные гарантии и Будабешский пакт. И все-таки международное право. Слушай, ты к Китаю примени свое международное право. Куйгурами тебе эту. К свободе слова. А что касается нынешней войны, то тут для меня все просто. Азербайджан при поддержке Турции напал на маленький Карабах. Не Армения начала эту войну. Армения вынуждена была защищаться. И ты забыл сказать, что Армения – это главный сателлит России на Кавказе. Это все чудовищные двойные стандарты. Какие же вы все империалисты. Русские. Ты прекрасно знаешь, что я не русский. Я не про этничность. И вообще любая так называемая национальность – это всего лишь конструкт. Я думаю, что российская интеллигенция подсознательно делает выбор в пользу братьев-крестьян. Вот и все. Вы боитесь себя признаться, что это не сочувствие к слабому и даже не геополитика. Это ваш выбор между Западом и Востоком. Этот выбор делается на таком же инстинкте, который формирует расизм. И вы этого не видите или не хотите видеть. Меня достали эти твои обобщения. Мы империалисты. А ты вся такая европейская, вся такая правильная. Если у тебя нет для меня ничего больше, кроме поучений, то нам лучше не разговаривать. Это спор между уехавшим в Европу и оставшимся в России. Интересно, что мужчина не русский по национальности, это он подчеркивает. Но это не отменяет вопросов о бессознательном колониализме граждан империи, сделавших ставку на имперскую повестку. А вот и интернациональный диалог о дружбе, который могут разрушить убеждения товарищей. Эпизод четвертый. Никита Щетиню. Мы очень дружили, пока учились в университете и жили в одной комнате общежития. Где-то в начале 2000-х Дмитрий резко сменил образ жизни, бросил журналистику, занялся IT и уехал в Америку. Я звонил ему, мы переписывались. Было заметно, что он с головой ушел в православие. Был чем-то вроде старосты в церкви, где-то в Сан-Франциско. Меня это немного смешило, потому что в университете, а тогда еще были советские времена, он был убежденным комсомольцем. Но в любом случае разность наших взглядов не мешала нам общаться, хотя, конечно, мы много спорили. А 3 марта 2012 года после панк-молебна арестовали Пусси Райт. Дима и прежде говорил, что Пусси Райт – это отвратительно, что они покушаются на самое ценное, что у него есть на православие, на церковь, на семейные ценности, на государственные устои. А я всегда поддерживал Пусси Райт и публично выступал в их защиту. И мне стало понятно, что мы просто не сможем разговаривать. Мы вернемся после объявлений. «Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах. Несколько способов потерять друзей. Пьеса Михаила Калужского «Онлайн читка». Мы переходим к неприятию по религиозному принципу. Этот диалог происходит на похоронах. Эпизод пятый. Татьяна Юлия Беренгард, Нина Русланна Хазипова. Спасибо вам огромное за то, что вы все пришли. Лучшая память о Риме Николаевне – это вы и ее ученики. Спасибо, Таня. Я не могу говорить от лица всех бывших студентов, но иногда мне кажется, что Римма Николаевна была для меня чем-то большим, чем преподаватель и научный руководитель. Так это правда. Своих детей у нее не было, и ко многим из вас она относилась по-матерински. Нет, не, что ты. Она к тебе относилась по-матерински. Ну, то есть я не хочу сказать, что все тепло и внимание доставалось только тебе, но ты была любимая племянница. Я была любимая племянница. Вы были любимые ученики. Ее любви хватало на всех. Да, все так. Тут не может быть места ревности. Ну, и ты знаешь, каким важным человеком была для меня Римма Николаевна. Мне всегда казалось, что это что-то невероятное. Никогда не видела такого единодушия между учителем и учеником? Скорее взаимопониманием. А единодушия не было? Ну, у нас были и разногласия. Ну, наверное, не по серьезному поводу. Увы, увы, по-серьезному. Не, ну ты что. Я не могу представить ссору между вами. Ну, это была не ссора. Это был мировоззренческий разговор. Какие у вас могли быть идейные разногласия? Таня, прости, но раз уж зашел разговор, меня всегда ужасно огорчало, что Римма Николаевна не принимает христианство. Что значит не принимает христианство? Как всякий настоящий ученый, она прекрасно понимала роль и место любой религии в истории искусства. Я не говорю про любую религию. Я говорю о том, что Римма Николаевна не была христианкой. Что за глупости? Тетя Римма была убежденным атеистом. Вот именно мне всегда было жаль, что Римма Николаевна при всем ее уме, эрудиции, тонкости и доброте не приняла Христа. Что ты такое говоришь? Она что, была хуже, чем могла бы быть, если бы ходила в церковь и держала посты? Прости, прости. Я зря затеяла этот разговор. Ты не понимаешь. Единственное, чего я не понимаю, как можно воспринимать человека не таким, как он? Измерять его каким-то чуждым ему лекалами? Я очень жалею, что разговор принял такой оборот. Я лучше пойду. Да, да. Тебе лучше уйти. И я не уверена, что тебе стоит приходить сюда. А вот еще один диалог, связанный с Киевом. Он записан в Грузии. Читает Владимир Мирзоев, знаменитый московский режиссер, противник путинского режима и войны в Украине. Эпизод десятый. Эмин Владимир Мирзоев. Мы жили в одном поселке в Абширонском районе. Там у нас был дом культуры и театральный кружок. Я записался в этот кружок, когда учился в девятом классе. В кружке были мои одноклассники. И Вилен. Он на три года младше. И он говорил по-азербайджански. А я немного по-армянски знал. Так началась наша дружба. С театрального кружка. А потом и наши семьи подружились. Я бывал у них дома, он у нас. У нас была очень хорошая дружба. Мы все время вместе были. Он однажды пришел и сказал. Мы уезжаем. Я хочу попрощаться с моей мамой. А это была моя мама. Мама азербайджанца. Когда он прощался, я плакал. Мама тоже плакала. И сказала Вилену. Пиши мне. Они не поехали в Ереван. А года через два пришло письмо из Украины. Как раз в тот день. 26 января 90-го года. Когда советская армия вошла в Баку. Я написал Вилену, но ответа не было. Я снова писал. Просил прислать мне номер телефона. Я спрашивал одноклассников, общих друзей. Никто ничего не знал. Уже началась война. И один парень, у него была мать армянка, сказал. Я буду стрелять в своего дядю. У меня на этой войне погиб младший брат. В 12-м году я был в Киеве. И пошел по адресу, который у меня был. Но семья Вилена оттуда уже переехала. А потом наш общий друг Айдин дал мне его телефон. Я один раз позвонил. Мне не ответили. Два не ответили. А на следующий день мы сидим с приятелями в кафе. Там были старые друзья, одноклассники и беженцы из Карабаха. И один друг, Ильхам, мы все вместе учились, стал очень плохие, неправильные вещи про армян говорить. И тогда я достаю телефон, звоню. И Вилен мне отвечает. Я по-армянски стал говорить. И все на меня смотрят. Он меня не узнал сначала. Я говорю, Вилен, это Эмин. И поставил телефон на громкую связь. И он отвечает на чистом азербайджанском, с бакинским акцентом. И он начал плакать. Это все слышали. Я даю трубку Ильхаму. А он не знает, что делать. То ли трубку к уху поднести, то ли к губам. Как разговаривать не знал. Но они говорили. И один из друзей сказал. Ребята, ребята, на нас смотрят. Я потом еще несколько раз звонил Вилену. Мы разговаривали. Но вокруг меня стали осуждать. Брат говорит. Нельзя с ним общаться. Сотри номер. Я, конечно, не стал. Но недавно вижу, нет номера Вилена. Наверное, брат стер. Это очень правдивый эпизод. Потому что Украина до вторжения 24 февраля была прибежищем для беженцев. Не только из Беларуси. Но и для переселенцев из всех стран пост российского военного вмешательства. Не говорю о популярнейшей сети кафе крымской татарской кухни Муссофир. Такой диалог вполне могу представить себе в простом азербайджинском кафе на Бессарабке. Слухи об украинском национализме разрушаются на глазах, если ты живешь в Украине. Драматург Михаил Калужский говорит нам о корнях имперского сознания и военных конфликтов. Эпизод 15. Лейла Майота Калапова. Мой дедушка с ними подружился еще в 45-м году. Дедушка был пожарник. Они вместе работали, жили в одном бараке. В Сунгайте это было. Эта дружба продолжалась до 89-го года, то есть до самого конфликта. Отцу дали путевку в Эриван. Это было в 89-й год. Точно не помню, но уже возник какой-то конфликт. Со у дома уже немножко бояли за него. А отец в Эриване приходил к этой семье в гости. Он там много снимал. И фотоаппаратом, и на кинокамеру. И реванские друзьяца. Озеро Севан. И он сам там в снежки играет. Я все это видела на старых пленках. Ему подарили большой такой коняк. Марку не помню, как называясь. Интересная такая штука была. И родители много лет после этого беспокоились. Это были единственные люди, кого они знали в Эриване. И они очень беспокоились, как о них живут. Они не могли связаться, потому что уже проверялась переписка. И они боялись, что проверяют письма и телеграммы. Последнее, что они получили, было телеграмма. Не беспокойтесь, у нас все хорошо. Мы сейчас на эту тему уже не разговариваем. Эта тема уже закрыта. До того, пока дедушка скончался, они с отцом беседовали об этом. Когда дедушка умер, отцу уже не с кем это обсудить. У нас дома вообще не говорится о конфликте. Из-за того, что у них друзья были армяне, они их как врагов не воспринимают. Вот монолог девочки азербайджанки, гражданки Армении. Эпизод шестнадцатый. Эльвина Екатерина Стоянова. Я с подругами очень дружу. Да, они все хорошие. У нас в деревне все хорошие. И в соседней деревне все хорошие. Мы никогда не ссоримся. Я сама не здесь родилась. Но здесь уже полгода. Такие все здесь хорошие. Они меня не отпускают. И мужчины здесь все дружат. Алкоголь. Женщины здесь совсем не пьют. Мужчины иногда пьют, но все равно никогда не ссорятся. И со школьными подругами я очень дружила. Да. Я же не здесь родилась, а в Армении. В поселке Шамук называется. И мы там очень дружили. Но потом началась война. Вы знаете? Знаете, да. И нам пришлось уехать в Ганчжу. И там мы тоже очень дружили. А что нам не дружить? Они азербайджанцы. Мы азербайджанцы. Что нам не дружить? Нет. С подругами из Армении больше не поддерживаем связи. Но они хорошие. Они, когда все это было, ничего не сделали. Просто сказали уходите. Ничего такого не делали. Увидеть их. А что, дружба? Они армяны. Мы азербайджанцы. Закончим историей журналистки в Ливане. Эпизод 18. Айлин. Тамира Абгизаула. В 2008 году я была на мастер-классе по художественной фотографии в Ливане. Я увидела витрину парикмахерской, которую захотела сфотографировать ночью. Встретила у этой парикмахерской Элизабет, элегантно одетую пожилую женщину. Она спросила, откуда я, и, услышав, «из Турции», заговорила со мной по-турецки. Я тоже из Турции, из Аданы. Я была просто ошарашена. А она прямо посреди ночи позвала меня к себе домой. Я стала приходить к ней каждый день и фотографировать. Все это было очень здорово. Со мной говорили по-турецки. Я познакомилась с Аркисом, братом Элизабет. Однажды мы заговорили про геноцид. Позже я снова приехала в Ливан и познакомилась со многими армянами. Многие из них говорили по-турецки. Они были дружелюбны. Было видно, что они хотят поделиться своими семейными историями. И я решила, что у меня есть возможность сделать эти рассказы более виденными. И всякий раз, когда находила деньги и время, переезжала в Ливан. Я бывала по большой части в Байруте, в районе Бурдж-Хамут. Это и сейчас армянский квартал. Ты была в Ливане? Ах, да. У тебя же израильский паспорт. Ты не можешь туда поехать. Моим самым сильным опытом был церемония в день памяти жертв геноцида 24 апреля. Это было в Антелиасе, недалеко от Байрута. Сначала я зашла вместе со всеми в церковь, а потом начался марш. А я там была одна. И я шла среди сотен людей и спрашивала себя, что делать, если они спросят, откуда я. В тот момент я говорила себе. Да ладно, внешне я не отличаюсь от армян. Ничего не случится. И так я шла и чувствовала на своих плечах тяжелые полотна истории. Я хотела бы сказать, нет, это не я. Но в тот момент я поняла, что существует коллективная вина, и часть ее я должна принять. Нет, конечно, это чувство коллективной вины длится минуту. В моих личных отношениях с друзьями армянами я не чувствую этой вины. Ну, хотя ощущение ответственности остается. Так вот, я шла, появился мой армянский друг, и тут все поняли, кто я. К нему подошли несколько человек и сказали, турчанка должна уйти. Но он ответил, она вместе со мной. Было такое напряжение, что его можно было физически ощутить. Я продолжала идти, но я бы поняла, если бы мой друг извинился, и мне бы пришлось уйти. И вот это сочетание его личной ответственности и моего чувства коллективной вины было необыкновенно сильным. Как не потерять друзей во время войны? Исполнители Михаила Калужского представляются. Я Андрей Страт, я из Риги. Художник и актер. Я Армаис Мирокян, актер Белорусского свободного театра. Свою роль в этой читке я посвящаю своему коллеге по театру Алексею Сопрыкину, который был отсужден белорусским судом на 15 суток административного ареста за участие в мирной акции протеста. Меня зовут Юлия Бенгер, я из города Рига. Я актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова. Я Гинтерас Граялскас, Лайпецкий драматический театр, я вообще-то худрукный актер. Я Владимир Мирзоев, режиссер театра и кино, свободный художник и в Москве. Меня зовут Андрей Палатный, я из Киева, Украина, из Центра современного искусства «ДАХ». Руслана Хазипова, театр «ДАХ» Киева, участница «ДАХ Доттерс Бенд». Мария Данилюк, я нахожусь в Москве, участвую в театральных проектах и снимаюсь в кино. Меня зовут Екатерина Стоянова, я нахожусь в Софии, но я из театра «Иван Радоев», города Плевен. Ксения Маркуза, я актриса из театра «Маленький» в Тель-Авиве. Я Мария Токалакова, из Болгарии, из города Плевня. Город Киев, Татьяна Троицкая, театр «ДАХ». Меня зовут Никита Щетинин, я актер, режиссер из Москвы. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Воевый Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты». Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok